шалом друзья мы продолжим разбор апостола петра его первого послания я знаю что многие в интернете делают эти послания и я думаю что это супер когда есть разно мнение много мнения потому что библия и библейское откровение она настолько богато что сказать я прав а кто-то другой не прав это по-моему немножко сверх я думаю сегодня во времена интернета когда мы можем исследовать понимать искать когда божий дух поощряет нас это делать и дает нам много технологических возможностей я думаю это здорово знать много мнений и какие-то вещи цепляют нас больше современный человек он перестал быть человеком который кушает только хлеб и запивает молоком и там еще чего-нибудь сегодня мы идем супермаркет и наши глаза разбегаются от изобилия всего разумеется нужно избирать здоровую пищу и пусть господь бог поможет нам делать этот выбор прошлый раз мы говорили о нашем нашей вере и ожиданию наследство нетленного и мы коснулись таких непростых тем касающихся загробной жизни места пребывания шел неправильно переведены на русский язык как от исправлению райский сад коснулись этому так очень осторожно эта тема очень осторожно потому что честно говоря есть очень много источников но никто не говорит однозначно и священное писание тоже не дают нам однозначного ответа они только поощряют нас веровать в господа бога и веровать в искупление избавления спасения которое поддается нам вешула и знать что наше будущее в руках всемогущего творца и отца и она намного более защищенное чем мы можем себе это представить и таким образом бог как бы освобождает нашу голову от боязни что там будет потом говоря говоря нам вы сейчас приложитесь вы сейчас используете ваше время чтобы максимально эффектно использовать те дары таланты которые я вам дал на сейчас а ваша вечность она в моей руке и не заботьтесь как я вам послал лучшие своего сына который искупил вас так я и избавлю вас ну вот как-то так я это понимаю а сейчас я хочу прочитать первую главу первого послания петра и стих 2 стиха 3 стиха 6 осем радуйтесь поскорбив теперь немного если нужно от различных искушений дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего хоть и огнем испытываем а золото к похвале и чести в славе явление еще миссии которого не видев любите и которого доселе не видя но веруя в него радуетесь радостью не изреченной при славную достигая наконец верой вашей спасения душ мы эти вот стихи на разобьем даже на 2 темы и 1 будет называться отношение к искушениям и посмотрим к чему нас увлекут священное писание и вторая тема которую попытаемся или в этом уроке или в следующем раскрыть достигая наконец верою вашу спасение душ что апостол петр предполагает этими словами и так отношение к искушению ну с одной стороны еще а в матфее 6 глава там где ученики просили научи нас господи как молиться и он дает им стандартную классическую молитву все ее знают а вену шеба шамаем отче наш и там одно выражение альта вей 0 и день сайон то есть не введи нас в искушение избавь нас от искушения избавь нас от лукавого не вводи нас в искушение вы знаете на иврите слово искушение она звучит как не сайон и наверное более точный перевод это опыт то есть сложные обстоятельства дают нам набраться многому опыту и наверняка многие из вас знают эту ситуацию когда проходя какие-то различные непростые обстоятельства выходя из них потом ну естественно даже поскорбев как здесь сказано и хватаясь за голову как я выберусь со всего этого потом ты вдруг начинаешь понимать вау такого ценного урока я не мог приобрести нигде ну вот так наверное пётр и призывает нас философски отнестись к искушению хоть с другой стороны писание не советует нам искать искушений то есть нам пойти спровоцировать какую-то сложную ситуацию против себя конечно же этого не нужно делать нужно быть мудрыми людьми потому что искушение сами находят нас и они чаще всего находят нас используя те несовершенства которые есть в характере каждого человека и именно искушениями или опытом прохождением трудностей господь бог изменяет нас заставляя то внутри стать более драгоценным чем золото и знаете говоря об искушениях я наверное хотел бы прочитать или обратиться к другому ученику ешуа тоже апостолу иаков который в первой своей главе дважды говорит об искушениях и он говорит с великой радостью принимайте братья мои когда и впадаете в различные искушения и по всей видимости иаков и петр писали примерно в одно и то же время или приблизительно в одно и то же время и они понимали что люди которые проходят жизнь проходят искушение вы знаете существует так называемое учение преуспевания победа вере все у тебя будет классной ты прорвешься во всем но очень часто люди опьяненные таким слоганом попадая даже в простейшие сложные обстоятельства начинают хулить господа бога говоря как ты меня ввел в такие обстоятельства по всей видимости и петр и иаков дают ответ в те времена новообращенным верующим которые переживая эйфорию веры вау познали господа бога переживания вот этого приобщения раскрытия духа или как писание по-другому говорит новое рождение рождение свыше входили в эйфорическое состояние и переживали классное время близости с творцом вдруг оказывались в какой-то сложной ситуации многие могли похулить бога и петр и яков одновременно практически говорят с радостью проходите через это это нормально потому что очень часто мы допускаем ошибки иаков здесь также и уточняет он говорит в искушении что интересно слово искушение и испытания по-русски звучат по-разному на иврите это одно и то же слово ли нас от не сайон и здесь по сути то же самое в испытании или в искушении не говори бог испытывает меня потому что он не испытывает и спровоцировал эту ситуацию сам ты спровоцировал эту ситуацию сам и вот здесь я хочу перескочить на одну тему которая очень щекотлива и некоторых она может даже пугать я хочу поговорить немножко о дуал личности или двойственности мира или как некоторые учат я выбираю сторону как мне часто говорят я выбрал сторону бога а ты еще стоишь на стороне дьявола вы знаете к сожалению это восточное учение и не я не или добро и зло присутствующие в этом мире вошло в среду библейских верующих неважно с какой они деноминации но очень многие люди рассматривая себя на фоне мироздания дать я выбрал божью сторону а ты если ты не веруешь в бога не веруешь в ешуа его сына ты не выбрал божью сторону ты выбрал сторону врага вот здесь я вам хочу сказать есть и другие мнения на эту тему естественно тем это очень непростая и я вам говорю какой-то формат как я наверное вижу эту тему вы знаете нету божьей стороны и дьявольской стороны есть выбор который мы делаем кому мы подчиняемся но в мире царствует только одна личность это господь бог он царствует над всем и понятно есть элементы и места где явно присутствует сатан и туда не стоит даже заходить но даже он сатан как это ни странно имеет границы и вы знаете есть одно место писания я хочу его прочитать вам это исайя 45 глава и 5 6 7 стих провозглашают величие и авторитет власть сам худ господа я господь бог и нет иного нет бога кроме меня никто я господь бог это со образуется с той ах разу и с тем высказыванием которое присутствует в торе шма израэль адона и луэйна дуна и ход он один над всем и никакая власть никакая другая сила не может противостоять ему если он самолично не позволяет ей присутствовать то есть он определяет все 7 стих говорит такие странные вещи я образую свет и творю тьму делаю мир и произвожу бедствие на иврите там не бедствие написано слово ра ра это зло я господь произвожу мир шалом и разло я господь делаю все это как нам все это понять ведь очень многие из нас научены что дьявол он отец зла и он может да он используется господом богом как некий инструмент очень ясное описание его работы мы видим в книге и о все наверняка помнят ее читали как он просит сатан пропустить дозволение у господа бога стать инструментом чтобы испытать веру иова но здесь я хочу рассказать немножко свое воззрение на данную ситуацию и подумайте подходит она вам или нет это на ваше усмотрение вы знаете когда господь бог сотворял все точнее я не говорю сейчас о земле или видах растений или животных я говорю сейчас о духовных существах частью которых является и человек ангелы херафимы серафимы все эти личности духовные силы то каждому из них он определил определенную роль в творении эти занимаются такой функции эти такой то есть он творец определяет какую-то роль и мы очень четко видим какую роль он определяет адаму и хави и еве его жене вы делаете плодитесь размножаетесь наследуете управляете населяете возделывайте и прочее прочее с разными толкованиями и все это назначение плюс то что является свободной волей вы можете проявлять свою волю вы можете проявить себя в этом в этом или в этом по всей видимости вот подозреваю что это так все инструменты божии имеется ввиду все существа разумные которые господь бог сотворил имеют назначение и элемент свободной воли и когда господь допускает дьявола сатана испытывать то это как раз подчиняется вот этому месту писания из исаи 45 главе я господь творю добро или шалом и навожу ра зло бедствие я допускаю его чтобы он испытал проверил вас но где-то там он может проявить свою сатанинскую уже искривленную злую волю именно касаемо этого стиха еще сказал вам нужно быть духовно развитыми людьми чтобы различать там где господь бог допустил зло вашей жизни и там где это свободная воля дьявола если вы различаете что это свободная воля дьявола то противостаньте ему твердой верою и убежит от вас а если это то что господь бог довел для вас то ничего вы не сможете сделать а только в терпении полу вы получив максимум пользы от прохождения этих сложностей вы должны пройти это и примером тому является сам наш господь ешуа писание говорит на эйфории на высшем пике своего посвящения он проходит водное погружение то есть он становится посвященным коином для служения провести которое господь бог предназначил его руха кодиш святой дух сходит на него глаз небес говорит ты сын мой возлюбленный и следующий шаг господь бог его уводит в пустыню для испытания или искушения от дьявола проверить провести к сожалению к сожалению повторюсь к сожалению все мы творные люди и всякий раз мы проходим какие-то обстоятельства которые дошлифовывают нас с другой стороны бывает обстоятельства и часто очень бывает когда неправильно сказать без меня попутал но наша глупость наша гордыня или какие-то обстоятельства которыми мы пытаемся выставить себя короче говоря то неправильная часть нас которая нуждается в исправлении провоцирует нас что-то сделать и иногда мы говоря грубо нарываемся на неприятности эти неприятности также называются искушением и петр и иаков они говорят проходите эти обстоятельства ну радоваться сильно тут невозможно но по крайней мере попытайтесь максимально вынести какую-то мудрость со всего этого чтобы следующий раз быть аккуратнее с вашими поступками или с вашими действиями или с вашим языком и всякий раз уповайте на господа бога продолжайте молиться и просить господи не вводи меня в искушение избавь меня от лукава не надо мне всего этого но если попался в обстоятельства то просто начни задавать вопрос мой грех ввел меня в это или господь испытывает меня если он испытывает тебя просто просил него мудрости и терпения а если это твой грех покайся и если это просто произвол врага божьего который атакует тебя то здесь ты можешь противостоять верой твердой и убежит от тебя по обетованию которое господь еще дал нам ну вот как то так я понимаю данный стих и петр заключает дабы испытанная вера ваша то есть ваша внутренность она оказалась драгоценнее гибнущего хотя и огнем испытываемого золото в этом мире ну так вот повелось уже все сравнивается с золотом вот золото как бы ценное но петр говорит ваша жизнь очищенная испытанная она становится даже драгоценнее золото и она предназначена для вечности вот как-то так желаю вам всем не попадать в искушение но если вы проходите сложности уповайте на господа бога и да поможет он вам во имя господа и мессии нашего ешуа а а а а а а а